Солнечный августовский день Сейчас где-то 2 часа 20 минут Едучи в аэропорт Сан-Франциско Встречаюсь новичков Это будет наш следующий репортаж Следующее видео Я вдруг мысленно перенесся в холодное зимнее время И расскажу вам анекдот такой зимний Анекдот он с глубоким философским смыслом С гораздо более широким чем мы Нежели может показаться при прослушивании Анекдот этот советского времени Я не помню там 60-х, 70-х годов В общем такое время когда был дефицит всего на свете В частности мясо было отдельным особым дефицитом Так что вот такой анекдот В районном центре прошел слух Что в местное сельпо Ну не сельпо там Это продовольственный магазин Завезли мясо Что вообще крайне редко Бывало и какое-то невиданное совершенно событие Завезли мясо Но как у нас обычно водится Люди стали писаться в очередь То есть какие-то списки составлять Номерочки на руках Вообще у нас население такое В то время было очень самоорганизующимся Вот в этом смысле Тут же вот они Но холодно, зима, морозяка жуткий Потом расходиться опасно Вдруг сейчас торговля начнется Или там придешь, а твоя очередь куда-то делась Тоже часто бывает И вот народ не расходился Ну или там допустим Жена пришла подежурить Муж пошел, поспал, вернулся Костры жгут Холодрыга в тулупах Там метель метет Ветер воет И заведующий магазином Он как бы, честно говоря Перепугался Думаю, черт его знает Он вроде выходил Говорит, товарищи Никто не слушает Не верят Знаем, знаем Говорит, там из-под прилавка Хотеть пустить по своим Ну, в общем Ситуация накаляется Потому что день стоят Два стоят Три стоят Уже и милиция так как бы интересуется В общем, все так смущаются И директор магазина Идет в райком партии Прямо к первому секретарю И говорит Такое дело Надо что-то делать Ну, как-то выручать Не дай бог Там какие-то выступления начнутся Или что-то Ну, и Биркстер говорит Ладно, будем разруливать Подъезжает Там, на чем у него было На Черной Волге К этому месту Выходит И говорит Товарищи Все затихли, слушают Он говорит Мяса на всех не хватит Мы все люди взрослые Сознательные Как бы все понимаем Поэтому давайте По справедливости Он говорит Пускай все евреи Из очереди уходят Народ кичит Правильно Мясо им тут Понимаешь Пусть в Израиль едут Там мяса много Нефига им тут Наше мясо подъедать Значит Ну, сколько там было евреев Ну, вот ушли Много не было Дальше Еще пара-тройка часов Проходит Народ мерзнет Из других районов Стали подъезжать Там На машинах На телегах Там В общем Ситуация Ситуация накаляется Через 2-3 часа Снова выходит Председатель Первый секретарь Райкома И говорит Товарищи И говорит Надо, чтобы по справедливости На всех же не хватит Давайте по-честному Вот пусть Которые из других районов Тут За это время подошли Пусть уходят То есть нечего им Тут В нашем районе Мясо отъедать Пусть вот в своем У них там силипо есть Там раймаги есть Вот пусть там Те как-то правильно Понаехали тут С других районов Значит Ну, те уходят Проходит еще Несколько часов Он снова Первый секретарь Выходит А все-таки Толпа уже уменьшается И он говорит Товарищи Надо по справедливости По-честному надо Тут у нас Семейный С детьми А тут Одинокие какие-то Вот нефига Вот пусть Из очереди уходят Пусть остаются Только те Кто семейный Люди кричат Правильно Тут детей кормить Нечем А тут Ходят Тут понимаешь Там алкаши Ну Одиночки ушли Потом Остались Многодетные Потом Ну Он каждый раз Приходит И каждый говорит На всех же не хватит Все понимают Что на всех не хватит Ну потом Дошло до членов партии Остались только партийные Потом уже Последний этап был А время идет А ветер свистит А мороз Стучит Понимаешь Там по косточкам Все звенит И день идет И ночь идет И день идет И ночь И народ уже вообще там Озверевший Но кучка уже стала небольшая Когда дошло до ветеранов партии Ну там уже было Человек там 15 И тогда подъезжает Первый секретарь Говорит Товарищи Прошу ко мне в кабинет Посадили их Значит Подошел автобус Посадили Отвезли в кабинет Значит И он им говорит Товарищи Говорит он Вы ветераны партии Вы Знаете Как бы Реальную ситуацию Вы Все понимаете Мяса не было Никогда Это были слухи Значит Сейчас у нас органы Разбираются Кто Значит Спровоцировал Кто эти слухи распускал Это мы выясним И виновных накажем Но Как факт Как бы Существенно то Что мяса нет И Поэтому Если вопросы есть Задавайте Я отвечу А нет Просто расходитесь И спасибо Я очень извиняюсь Что так получил Ну и так Какое-то Такое молчание И один Говорит Давайте я скажу Он говорит Пожалуйста Он говорит Я вот Товарищ первый секретарь Что хочу сказать То что мяса нет Я понимаю Ну Действительно Понимаю И то что там Вот Какие-то провокации Слухи распускают Тоже понимаю Но вот чего я В упор понять не могу За что Евреям Такие привилегии Вот такой анекдот Теперь Думайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok